был до этого фильм получается поймать ведьму 2008 году ты там тоже был режиссер и сценарист и роль исполнил там сценаристы как бы там такое просто ким подключился как актер но очень скоро мы стали так много с ним советоваться а уже потом в итоге на монтаже фильма руками кима смонтирован то есть мы монтировали там и сидели вдвоем но все это сделал он и с огромным количеством своих идей что в общем-то говорить что этот фильм режиссером являюсь я не уже не мог потому что было понятно что это на самом деле срежиссировано как минимум нами двумя вот ну я то для меня это был там первый такой опыт и я больше не снимал кино после этого а ким он у него актерское образование и он очень быстро стал режиссером и он ушел снимать кино но он снимал сериалы но тем не менее то все равно колоссальная практика это очень большой опыт когда этого много делаешь если ты не растрачиваешь так сказать свой талант и не понимаешь что это вот максимум твой то тогда в принципе съемка сериалов она дает богатый опыт и более того когда мы выходили на панфиловцев уже то конечно больше да не больше там почти всю группу собрал ким потому что у меня не было связи в кино никаких получается к концу съемочного периода и там вообще когда уже вышел фильм какие скажем так навыки ты приобрел которым сам себе можешь сказать туда я теперь имею это я теперь понял как то делается там по работе с артистами там по постпродакшен может быть как это вся цепочка идет там начинает съемок заканчивая там озвучание музыкой нет но я конечно я понимаю что есть огромное количество их но может сейчас я нахально полагаю что я разбираюсь в том как это делается и считаю что я в общем-то научился то есть я вижу там и ошибки там какие-то свои которые мы допустили бесконечно пока работали и то что я хотела поменять и делать по-другому следующий раз такого масса всего то есть я думаю что я панфилос это колоссальный опыт гигантский просто опыт как вы существовали то есть вместе с ким то есть получается было два равноценных режиссера был ты и был ким дружили как как построена была работа на площадке очень просто ну во первых она была построена еще изначально потому что была подготовка то есть огромное количество решений было придумано подготовки подготовки на подготовки присутствовали на счет ну это я ким наш оператор никита рождественский который очень очень много внес в этот проект просто невозможно переоценить вот был второй режиссер анна шевцова ну был второй оператор то есть как бы это всегда подготовка всегда группы делается в раскадровки я рисовал изначально раскадровки рисовал сам вот потом их отрисовывал художник вот тоже мой друг большой но изначально их рисовал сам и в общем то есть мы садились мы придумали как будет выглядеть кадр придумали как мы будем его снимать каким способом как это все будет сделано я отрисовал если нужно было несколько картинок одному кадру отрисовал там если это однокадровая были истории это все придумывалось на подготовке то есть уже тогда это была такая работа в которой мы вот вот мы коллективом своим там я ким и никита вот это были как бы главные действующие лица мы вот принимаем решение что мы все втроем согласны с тем что это будет выглядеть вот так и точно так же эта работа делается на площадке. То есть на площадке мы смотрим, ну, мы выставляем кадр, мы втроем работаем, мы советуемся. Иногда бывало, что там, допустим, я там не согласен, что, допустим, или там Ким не согласен. Тогда мы могли поспорить, и кто-то из нас обязательно другого убеждал. Так было всегда, потому что, и, кстати, в этом смысле с Кимом работа крайне конструктивная. То есть Кима его, если ты ему конструктивную показываешь логику, ты всегда его убедишь. Если только у него нет контраргумента, которые тебе покажутся более весомыми. Вот. И Ким всегда меня слушал, а я старался слушать его. Надеюсь, что я уступал не меньше, чем он. То есть, как бы, или Никита, его мнение тоже было очень важно. Он мог, так сказать, что-то свое предлагать, с чем-то не соглашаться. Вот мы приходили к какому-то консенсусу, мы все втроем решали, что это должно быть вот так. Мы там по актерским делам, например, Никита в это особенно не влезал, а Никита там со своей точки зрения по кадру, по картинке, по прочему, по прочему, по свету, по всем делам. Вот. Дальше мы этот кадр снимали, исходя из того, как мы решили, мы все вместе мы смотрим в плейбэк, да, и мы решаем, готово, то нет, Никита, опять же, по своему цеху, мы по своему цеху. Если мы с Кимом пришли к согласию, что нас обоих устраивает то, что получилось, то после этого мы, значит, говорили, все снято. И нужно сказать, что эта работа, вот сейчас Ким снимал кино один, и он говорит, что это намного тяжелее, я прекрасно понимаю. Я, например, я, наверное, смог бы снять кино один, но мне совершенно не хочется это делать, потому что, ну, очевидна разница, когда ты работаешь вдвоем. Это просто это, то есть я вижу какие-то вещи, которые, допустим, на это не обратил внимания там он, а он видит то, на что не обратил внимания я. И это так бы и вошло, если бы это мнение. То есть на площадке все-таки там определенная атмосфера, все нужно сделать быстро. Вдвоем снимать кино, есть определенное, конечно, если соавтор хороший, если вы друг другу доверяете, и вы друг с другом не сражаетесь, кто главнее, если такого не происходит, то это, конечно, я бы приветствовал. То есть те, кто режиссеры, мне кажется, что режиссеры, которые снимают вообще в одиночку, вот никого не слушают, а являются авторитетом сами для себя только они. Но я думаю, что это очень тяжело, и результат гораздо хуже, чем он мог бы быть, если бы это делала бы группа. Были ли какие-то задумки? Ну, и всегда есть место какой-то импровизации, все равно на площадке. Есть, например, момент в фильме «28 панфилцев», когда, ну, не будем спойлерить, потому что мало ли кто-то еще не смотрел, когда пулеметчик убирает руки с оружия, у него остаются отпечатки на руках. Такие штуки, мне кажется, сложно придумать за столом. То есть это все, наверное, на площадке. Конечно. Много таких штук было интересных? Да, хватало. Не скажу, что, в принципе, мы снимали все по раскадровке, потому что для того, чтобы снять такие руки, нужно отдельно выставиться. Это отдельный план, это отдельный план, это целая затея, то есть как бы, чтобы это получилось. Но она очень важная, то есть она добавляет очень сильно. Иногда бывало, что нас хватало времени на такие детали, и тогда мы это делали. Конечно, такие штуки придумать, надо уж очень хорошо знать. Или она должна быть прописана в сценарии сразу же. То есть некоторые детали можно прямо прописать в сценарии, прямо подробно в описательной части. Тогда под это была бы нарисована раскадровка. Вот, например, там есть план, когда мы видим там три оставшихся патрона, и камера там, значит, отлетает. Вот это целиком было отрисовано. Это однозначно было придумано на подготовке, придумано, как это будет сделано там и так далее. А вот эти отпечатки на пальцах, да, это, конечно, по ходу дела. Но, если честно, у нас был очень жесткий график, хотя, казалось бы, там у нас выработка была, наверное, минуты полторы в день, что, как бы, казалось бы, так, это так шоколадно, но на самом деле, поскольку кино очень сложно постановочное, а снимали мы зимой в Ленинградской области, дни очень короткие, и времени было очень мало. мы едва, 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 едва успевали вписываться. Поэтому на такие вещи, на то, чтобы что-то подснять отдельно, тем более с Никитиным подходом, Никита не будет просто брать камеру и что-то там снимать, это надо вот это выставить в свет, все это хорошенечко, многократно взвесить, придумать, как и что. В общем, Никита в этом плане ты абсолютно перфекционист. И так вот, чтобы просто взять там с кондачка, что-то просто вот так вот снять, ну, может, что-то такое, может, Никитка что-то такое делал, но я не помню. Но, по-моему, все равно все, даже то, что придумывалось, вот давай попробуй взять какую-то деталь, то любая деталь, на самом деле, она все-таки готовилась. Какие-то еще такие случаи вспомнишь, что, может быть, артисты что-то предложили, там что-то добавить в диалог? Ну, нет, добавить в диалог. Ну, есть артисты, которые много снимаются в сериалах, иногда им хочется что-то добавить в диалог. Улучшить его. Да, улучшить. Такое бывало, да, но это бывало мало, и, в общем, в монтаж не попали такие импровизации. С точки зрения самоанализа, когда уже время прошло, что ты понимаешь, что где нужно еще какие-то из белых пятна, которые нужно закрыть и подготовиться к следующему проекту. есть ли какие-то такие навыки, которые хочется еще больше отточить? Да, господи. Это опыт просто был большой. Того, что я там, или там Ким, или мои друзья там никогда не делали такого немерено. Мы вообще только начали. Мы еще ничего... Понимаешь, какая ситуация? Я тебе даже скажу больше. Вот, например, смотрим мы кинокартину «Бегущий по лезвию». Первую или вторую? Да, и первую тоже. Ну, поговорим, допустим, про вторую, потому что первая давно снималась, а вторая только что. Вроде как вторая снята на технологиях современных уже. Уже как бы все это намного-намного... Была возможность сделать это все намного более... Как бы даже сказать, это даже не то, что дороже. Но, в общем, это... Еще сильнее проработать это все, еще глубже проработать. Поэтому поговорим о второй, да. Вот когда смотришь на такую картину, потом смотришь, как ее снимали, да, допы смотришь. И вот я, например, да, да, мы сходимся с этим там, с ребятами, с Мишкой, там, с Кимом, мы сходимся в своем представлении о том, что это сделано при помощи индустрии, которой у нас в стране просто нету. Вот у нас... Вот они снимают на миниатюрах, например, да. Вот они огромное количество используют миниатюры. Они строят города миниатюрные. Есть просто фирма, там, где-то, не знаю, в Голливуде, там, где она там находится, которая этим занимается. Там работают художники, выращенные, по всевероятности, не одно поколение, которые знают, как построить дом в масштабе, там, допустим, там, не знаю, один к двадцати. И зафактурить его так, чтобы, когда ты снимаешь это крупным планом, это выглядело, как настоящий дом. Там граффити, там, настоящий на нем, как там эти потертости все и прочее. Они строят такие города. У нас нету таких фирм, которые могут это сделать. Нет, они, наверное, есть, но они будут делать это первый раз в жизни. То есть... То есть индустрии такой просто нету. Мы, например, пробовали такую вещь. Мы, когда делали танки, у нас же танки масштабные, мы нашли в интернете, есть целые форумы, целые тусовки ребят, стендовых моделистов, которые делают модели. Они в основном работают с масштабом 1,35, в основном. Маленькие модельки. Вот. Есть очень круто сделанные штуки. Очень круто. Вот. Мы пригласили этих ребят нам помочь. Они, значит, один, значит, такой Женя, вот, он делал, сделал нам несколько танков сам за фактами. Во-первых, для него это была совершенно новая работа, такого огромного, огромного такого размера. Во-вторых, у него представление о стендовой модели. Стендовая модель, она рассматривается, в принципе, как бы как под микроскопом. Она... К ней совсем другие требования. То есть, совсем не то же самое, что сделать для кино. В итоге, в конечном, мы пришли к тому, что мы... Хотя это человек, который вот этот Женя, он делает, на мой вкус, вот из того, что делает он, я так слежу иногда за его новыми работами, это реально потрясающие штуки. Потрясающие штуки. Это сделано... Эти вот 35, в масштабе 35 модельки, их можно вот реально использовать как миниатюру. Просто это... Ты так фокус не выставишь. То есть, тебе как бы, ну, это нужна специальная съемка там какая-то. Вот. Но они слишком маленькие для того, чтобы их реально превратить в... как бы, ну, в реальном масштабе. Но это сделано потрясающе. Ну, вот он есть такой, да, вот он может... Вот эту модельку... Но это не индустрия. А нужна индустрия. Чтобы снять кино, нужно таких людей много. И они должны работать с другими масштабами. У них должны быть материалы. Они все должны знать, как это работает на свету. Так вот, я говорю так тому, что, например, если бы мы здесь захотели бы снимать «Бегущего по лезвию» таким способом, каким его снимал там Вильнев, нам пришлось бы просто построить кусок индустрии, которого нету. По большому счету, мы только сняли первый проект. И очень много чего еще не делали. И хотя меня окружают очень талантливые, я считаю, ребята, которые, как мне кажется, имеют потенциал делать все, что угодно, но есть вещи, которые нам предстоит делать впервые. Ну, сейчас вот Ким, например, снимал кино. Вот там свой проект. Вот его пригласили там, да, продюсерская компания, как режиссера, снять картину. Он очень много там попробовал того, чего мы не делали еще. Очень много использовал каких-то штук, которые было интересно попробовать ему, как режиссеру, и он это знание привнесет теперь обратно к нам на студию и будет это использовать. В общем, это так постоянно. Мне кажется, невозможно научиться всему. Даже когда мы будем стариками и уже дрожащими руками будем снимать последний свой фильм, вероятно, мы будем делать массу всего впервые. У нас тоже в фильме есть сцены с макетами, и мы столкнулись с тем, что нет действительно ни компании, вообще школа утеряна. Вы были единственные, кто это начал возрождать и начал нарабатывать какой-то опыт, потому что специфика, конечно, просто макетов. Макета для кино, она абсолютно различная, и вот таких навыков их очень мало. Ну, это богатейшая вообще макет, миниатюра, это очень круто. Это реально дает колоссальные возможности. То есть это, сейчас многие, кто может себе это позволить, заменяют, естественно, съемку там графикой компьютерной, например, но уже стало понятно, графика все-таки, даже очень качественная графика, она все равно понятна, что это графика. и если это, например, кино, которое требует реалистичности, фантастическое кино, вот там «Притяжение» снял Бондарчук, там сцена падения корабля, здорово, сделано, офигенно, сделано, круто, как падает, это все там. Но в жанре и в рамках истории это там абсолютно позволительно. Кино фантастическое, там графика, она не раздражает, это нормально. Вот. А если таки наш кино про войну, графика там это будет резать глаза, будет понятно, что все это, то там нельзя. Но там лучше делать, снимать по-настоящему. И там миниатюры дают, конечно, фантастические возможности. Какое кино нужно сейчас? Сейчас вот пользуется духоподъемное кино, как драмы, спортивное, движение вверх, все рекорды, там 3 миллиарда уже сейчас собрали, там лед сейчас бьет все рекорды. Бьет все рекорды, да? Да, уже динамика очень хорошая, насколько я понимаю. Значит, вот вообще я считаю так, что кино, во-первых, очень круто то, что востребованным является кино отечественное. Это очевидно сейчас уже. И это круто. Потому что движение вверх, как бы фильм, как бы как угодно можно там его, он нравится людям, это значит, это уже как бы в общем-то хорошо. Я там, допустим, со своей точки зрения там его там критикую на разные лады, но это совершенно не важно, потому что там это фильм, который вызывает резонанс общественный. Это отечественное кино, история про нас, да, про нашу как бы историю, про русских, в общем, людей там советских. И она вызывает вот такой резонанс. Это очень классно. И более того, что видно, что вот выпустили фильм, окей, там вбились в рекламу, потом вбились в поддержку еще, так сказать, по ходу его, да, на триумфального движения. Это не дало бы такого эффекта, если бы кино было бы плохое, если бы оно не нравилось зрителям. Без сомнений, вот эти сумасшедшие кассовые сборы, а говорят только об одном, кино очень понравилось зрителям. И, ну, сейчас он собрал там больше, чем любой голливудский фильм, когда там даже Аватар, на самом деле, собрал, я боюсь сейчас, как бы, некомпетентным оказаться, измеряя эти сборы, по количеству зрителей надо просто посмотреть. Но думаю, что это уже совместимые вещи, и, может быть, даже уже движение вверх его и переплюнуло. Феноменально. Говорит о том, что зрителю российскому интересно кино российское, про нас, как бы, про него, про зрителя. Ну, вот. И, конечно, кино должно быть духоподъемное. Вот, мне кажется, что люди очень стосковались именно по духоподъемному кино. Вот. Такое кино надо снимать. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти фильмы были бы лучшего качества. То есть, я считаю, что они там, с точки зрения того, как кино покрасить, ну, красить мы почти научились. Вот красим мы уже практически как в Голливуде. Там, да, ну, еще немного и совсем будет. А некоторых фильмов там даже, и некоторые фильмы даже и лучше покрашены, чем в Голливуде. Такое тоже случается. Но в целом актерские работы и режиссерские работы, режиссерские, по актерам я, пожалуй, даже не буду критиковать, режиссерские работы, часто очень, вот, то задачу, которую они ставят актерам, и то, как задача это выполняется, и сценарии сами по себе, ну, меня пока вызывают, как бы, я, как зритель, например, не удовлетворен. то есть, мне как бы мало. Вот. Ну, там, мало ли там, что-то мое мнение, там, кого-то зрителям нравится. То есть, это популярная духоподъемная культура, сделанная на наших, на нашей культуре, про нас, и сделана нами. Вот такое кино, мне кажется, круто, оно пользуется, в этом плане тебе сложнее, потому что у тебя культурная основа чужая. Но это неважно. Мне кажется, что ты все равно снимешь кино, точка зрения-то у тебя все равно изнутри, то есть, наша такая, прочтение все равно будет наше. не про Америку, а про людей все равно. Конечно, про людей все равно точка зрения наша, наше некое такое представление об этом. Потому что Голливуд, они же работают не на внутренний рынок, они, в первую очередь, работают на всю, на всю планету, и, в принципе, истории делают универсальной, которая всем понятна. Для Голливуда, наверное. Просто это происходит все в любом случае в фильме, в каком-нибудь среднем статистическом блокбастере, все равно все происходит по Америке, и у массового зрителя по всему миру, они уже привыкли, что в какой-то город, где все происходит, это, скорее всего, какой-то размытый Нью-Йорк, либо там Л.А., либо еще что-то такое, и поэтому все уже к этому привыкли, потому что мировое кино это, конечно, Голливудское кино. Да, да, да. То есть, Америка, мне кажется, что Америка все-таки, я могу ошибаться, но мне кажется, что они работают на внутренний рынок, но они умудрились всему миру доказать, что вот, типа, вот их кино это самое крутое, что есть, и все должны это смотреть. Вот это вот такое вот влияние колоссальное, культурное, которое они оказали на весь мир, чудовищное, вот этим своим голливудским кино, они, конечно, и они снимают вроде про себя и для себя, а смотрят все равно весь мир, все равно как бы это интересно. Хотя у них там полно вещей в кино, которые даже и понятны только им там, у них там патриотического очень много там такого, то есть, Америка-то это всегда там, это всегда герои, которые там вообще, ну, это нормально, в общем, вполне для себя же снимают. Там у них там обязательно там такая многоразовость, которая уже сейчас дошла до того, что вот, ну, просто обязательно там должен быть кто-то черный, потому что иначе совсем никак. Есть такие требования. Потом там у них, на мой взгляд, требования к рейтингам, они вообще, конечно, просто до смешного доходят. если когда смотришь кино и думаешь, ну, просто, ну, просто, кино-то вроде серьезные парни снимали, для серьезных людей, но просто, ну, когда там сексом занимаются люди на экране, девочка в трусах и в лифчике, и мальчик тоже в трусах, и они там, ну, это просто, ну, так забавно, то есть, такая условность, которая сделана для рейтинга, на самом деле, как бы, это выглядит просто наивно. Это регулярно происходит в американском кино. Вот таких вот много-много вещей, которые люди, в общем-то, на ура проглатывают, невзирая на то, что это чисто для Америки. Это чисто сделано, потому что таковы требования внутри Америки. Вот. Я, честно говоря, вообще не ориентируюсь на американский, то есть, мне, как кинематографисту, американский рынок не интересен в принципе. Я не верю в то, что каким-то образом можно туда проникнуть и там какого-то добиться успеха. Потому что, по-моему, это совершенно закрытый клуб и попасть туда просто нельзя. Более того, я вообще не вижу смысла в этом. Вот «Движение вверх», например, тоже, да, ну, как бы совсем уж такое слово. Да, нельзя. Вот «Последний богатырь» недавно вышла, картина. Да то же самое «Притяжение», которое тоже, в принципе, кассовый успех имело. Вот. Все эти фильмы, они, их бюджеты, их кассовые сборы позволяют существовать индустрии. То есть они окупились, эти картины окупились. Вот. Это удачные бизнес-проекты, которые реально принесли прибыль. И сейчас уже инвесторам становится видно, что при определенных усилиях и при правильном выборе можно вложить в кино деньги и получить их обратно. Что еще совсем недавно было абсолютно нереально. То есть еще совсем недавно индустрию кормили как бы, ну, просто в одну калитку. То есть она просто только поедала и ничего не отдавала назад. А сейчас вдруг становится очевидно, что, гляди-ка ты, да, оно приносит больше, чем голливудское кино. И мне кажется, что наше кино, оно, путь должен быть другой. То есть оно должно быть популярно внутри, внутри нашего рынка. И эта популярность внутри нашего рынка должна вызывать интерес у западных рынков. Что это там такое в России? Что там такое успех, это кино вообще? С чего бы это? Там «Любовь и голуби» откуда там это вообще? О чем это? Ну-ка, дайте-ка посмотрим. Может быть, это и нам интересно будет. Вот так вот должно быть. И тогда вот это, мне кажется, правильный путь. То есть как бы что-то, что пользуется колоссальным успехом внутри, оно должно постепенно вызывать интересы за рубежом. Потому что, грубо говоря, это слепок нашей культуры, такой наиболее правдоподобный, потому что иначе бы он не стал бы пользоваться у нас внутри успехом, который станет интересен там в Америке. Ну, я думаю, что российское кино в Америке, если не случится какая-то невероятная какая-то там глобальная катастрофа, не упадет какой-то метеорит там, не знаю, в центр там Тихого океана, еще там что-нибудь не случится такое невероятное. Если все будет играть по тем правилам, по которым эти рынки играют сейчас, я не верю, что российское кино когда-нибудь будет прокатываться в Америке так, как у нас прокатывается американское. Ну, просто традиции этому противоречить. Поэтому мне кажется, что пытаться делать фильм с каким-то там перспективой, с мыслями о том, что как-то там в Америке какой-то дистрибьютор этим заинтересуется, мне кажется, даже не стоит. Ну, внутри. Внутри. Сейчас уже рынок большой. Есть еще Китай. Вот в Китае можно прокататься. А вот, кстати, вы с Китаем какие-то прокатные истории... У нас есть контракт с Китаем, который как-то сейчас пока немножко висит в воздухе. Но у нас тем не менее есть договоренность с китайским дистрибьютором и оговорены условия этого контракта. Не слишком шоколадные, но такие нормальные. На самом деле по сравнению с продажами по всему остальному миру это очень существенный контракт. И вот китайский рынок как раз это рынок, на котором можно прокататься, имея, так сказать, определенные... Там же есть льготы тоже определенные. Ну там есть возможности, которые для зарубежного кино. Да, да, да. Но это неважно. Квоту можно получить. Более того, если, например, делать проект совместно с китайской студией, тогда квоты не нужны. Автоматически получаете доступ к китайскому прокату. Ну, в общем, есть способы, как можно туда на китайский рынок войти и там прокататься. И вот там реально российское кино может получить достаточно серьезный прокат и принести весьма-весьма существенные деньги. То есть вот ориентироваться на китайский рынок смысл имеет. А на американский, мне кажется, нет. Китайский рынок не меньше американского. Он такой же примерно по размеру. Такая же история, по-моему, была со Сталинградом. То есть они, по-моему, насколько, если я ничего не путаю, большую сумму собрали за счет китайского тоже. Кроме сказать, я этого не знаю. И, по-моему, вообще, это мало кто знает, потому что там в газете какой-нибудь можно прочитать в интернет-здании, что Сталинград собрал на китайском рынке. Журналисты, они несут такую чушь, что понять там, где правда, где ложь невозможна, я бы не доверял, если честно, никаким журналистам. Ну, никаким журналистам. Потому что, ну, вот если бы, даже если сам Федор Бондарчук скажет, что они собрали много денег в Китае, то это все равно, это, ну, он может это говорить по разным причинам. То есть, что такое много денег, это вещь условная. Сколько собрали в Китае Сталинград, я понятия не имею. Но, в любом случае, нормальный, нормальный, хороший контракт с китайским дистрибьютором, это очень существенные деньги, очень существенные, которые, за которые имеет смысл побороться. В традиционных творческих планах, о чем будет следующее кино? Я знаю, что ты уже на сценарии работаешь, можешь ты чуть-чуть хотя бы приоткрыть? Нет, потому что у тебя же, ну, у тебя же публично, это же мы сейчас с тобой общаемся с комьюнити. Если ты хочешь пока это все проработать? ну, просто нет смысла, я действительно целый год уже практически работаю над сценарием, вот, и он пока не готов, и поэтому анонсировать проект, знаешь, как... Но он будет не про военную тематику, да? То есть, это будет что-то другое? Ну, да, но дело в том, что видишь, как мы же превращаемся сейчас понемножечку в киностудию, поэтому, возможно, помимо наших проектов флагманских, которые мы делаем самостоятельно, мы будем снимать иногда кино и просто под зак... Ну, грубо говоря, для других там, для других пародистических там компаний и прочего, то есть, вполне возможно, что до того, как появится наш следующий большой проект совместный, вполне возможно, что появится еще какой-то там фильм, может быть, даже и не один, это неизвестно пока как. Лишь сценарий, я рассчитывал написать его гораздо быстрее, но тема, за которую я взялся, она оказалась настолько большой и настолько мало мной изученной, что, в общем, потребовалось очень много времени, просто, чтобы даже изучить просто материалы. Поэтому я бы, конечно, мечтал бы, чтобы там месяца через три у меня был на руках готовый сценарий, но этого может не оказаться, и какой смысл такой проект анонсировать. Но, как только будет сценарий, я проект анонсирую, и мы выложим в этом информацию в нашей группе и на всех там дружественных нам ресурсах, и это станет известно. И дальше уже... А есть какие-то планы по реализации его? То есть, по какой-то, примерно такой, по таким же путем следовать, или может быть, каким-то уже другим сейчас пойти? Или ты пока об этом не думаешь, ты хочешь просто написать хорошую историю, хороший сценарий? Я тебе повторю свой тезис, что на самом деле не надо ничего начинать, ты имеешь на деньги, правильно? Но все притягивает история в любом случае. Все притягивает, да. Даже не история. Знаешь, как это выглядит? У тебя есть идея, пока она... Это будет гениальное, допустим, у тебя есть какая-то гениальная идея. Ну, под историями, я веду историю, это сценарий именно с Крипсом. Даже не так. Какая бы ни была у тебя идея, ну, максимум, что ты про нее услышишь, это что она гениальная, допустим, если это гениальная идея какая-нибудь. Вот. То есть, идея, это очень важная вещь. Потому что идеология, это на самом деле идея. Но начинает притягивать энергию на то, когда она начинает воплощаться. Вот когда у тебя есть идея, которая начинает воплощаться, и все видят темп ее воплощения, вот тогда, вот тогда он начинает притягивать ресурс. Поэтому, если ты придумал, написал даже сценарий, это еще может ни к чему не привести. Но если ты начал его немедленно воплощать, то есть, ты начал двигать ее вперед, вот тогда возникает поток. Это кажется, что это как же можно воплощать идею, когда у тебя нет никакой пикник. Запросто. Воплощать можно, вот причем, чем более активно, тем это как бы эффективнее. И вот тогда, да, мы пойдем таким путем, что мы, когда у нас появится законченный сценарий, мы сразу начнем над ним работать. Мы сразу начнем готовить картину к съемкам. Вот. Ресурс, я думаю, что мы, ну, нам сейчас гораздо легче, ты должен понимать. У нас за плечами шипленный проект, причем проект, который, в общем-то, успешный, который хорошо прокатался, и хорошо продался, и, в общем, тут как бы... И сейчас, конечно, если раньше мы были энтузиастами, просто, которые там, на которых можно было там как-то надеяться, то сейчас понятно, что мы уже люди, которые, ну, очевидно, способны создать кино, умеем его снимать, поэтому, в принципе, я думаю, что мы, и я думаю, что и государство нам поможет, во всяком случае, велика вероятность, крайне велика. Об этом разговоры велись, и там мы с Фондом кино, и Министерством культуры, мы разговаривали с тем, готовы нам помогать. Даст Бог, может быть, так оно и сложится. Другое дело, что все равно государственное финансирование, оно частичное, оно не может... Пока, по крайней мере, я не знаю о случаях, когда фильм целиком финансировался из государственных источников. До 70%? Ну, это зависит от того, какой у тебя бюджет. То есть, если там... Какие деньги ты вложишься? Но серьезное кино, конечно, на те деньги, которые обычным компаниям выделяет Министерство культуры, сейчас такое правило, они как бы... Компаниям, у которых есть серьезный трек-рекорд, то есть, там большие проекты с большими кассовыми сборами, мейджором таким нашим, как бы... Конечно, мейджорами их назвать сильно, но тем не менее. Они могут, по-моему, там 200 с чем-то миллионов может такой проект получить. Там... Это деньги, на которые вполне можно снять кино, даже целиком. Вот. Снять кино. Безвозмездных денег. 200 миллионов – это круто. Вот. Ну, а мейджоры за такие деньги обычно даже сценарий не садятся писать. Ну, почему-то... Почему-то обычно кино, которое снимают наши, наши там знаменитые режиссеры, оно почему-то всегда стоит в разы дороже. Вот. Но тем не менее, на самом деле, в реальности, 200 миллионов – это очень серьезные деньги, на которые можно вполне снять кино. Даже это не будет бюджеткой. Вот. Скажем, но малоизвестным компаниям, людям, у которых нет такого серьезного трек-рекорда, государство может дать не больше 60 миллионов. 60 миллионов серьезное кино снять уже, ну, как бы, обыкновенным нормальным способом производства не получится. Ну, можно, конечно, все бывает, там, какие-то люди... Ну, я честно сказать, то есть, картину, которая будет выглядеть по-настоящему дорого, по-настоящему видно будет, что туда проработка у нее будет глубокая. Снять задешево, все равно, даже если на это будут потрачены многие годы, все равно будет видно, что бюджета не хватало. боюсь все равно. Андрей, большое спасибо, что пришел, очень было интересно поговорить, спасибо за фильм, что фильм, он духоподъемный не только для зрителя, а он духоподъемный еще для большого количества начинающих кинематографистов, которые... Дает надежду. Да, он дает надежду, он... Ну, это как пример. Понятно, да, это и нам дает надежду, на самом деле, это чудесная история, которая мы сами... Она просто произошла с нами, но мы удивлены не меньше, чем все остальные. Ну, это очень здорово, то есть это очень показательно, просто ты, получается, вначале был, ну, практически, ну, один, можно сказать, да, с идеей, без особых каких-то преференций, без козырей на руках, и с дуэля мог дойти до конца и сделать успешный, успешный проект. То есть это, в принципе, такая ролевая модель, на которую многие обращают внимание, я в том числе. И, ну, это придает сил, когда ты видишь, что можно, что можно стену пробить, и ты знаешь, что можно ее пробить, тогда ты начинаешь эту стену пробивать, а если ты знаешь, что нет, как бы так, то есть это очень большое дело вы сделали, поэтому за это тоже огромное спасибо. Не за что, спасибо тебе, что пригласил. Субтитры создавал DimaTorzok